И продолжается турнир ММА серии 52 «Москва Колэн»! Страсти разгораются не на шутку! На очереди шестой поединок! И это бой в полусреднем весе! В синей угол октагона приглашается боец из Кыргызстана! Жакиб Туган Паев! Чемпион Азии по ММА по версии Gamma Global В ММА его послуженный список составляет 4 победы, 1 поражение Причем как раз он и начал свой путь в ММА с поражения Было это в апреле 2019 года Проиграл он армбаром во втором раунде Но потом вернулся на победный путь И 4 победы подряд Причем все эти победы техническим нокаутом Идем! 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 Да, причем поражение армбаром наверняка такое обидное, потому что это один из самых распространенных приемов, очень часто на него попадаются как раз-таки и не только новички, в том числе и большие специалисты, и ждем его оппонента. Каждый угол эктегона приглашается его соперник из России, Оганеск Росканян! Его оппонент Оганес Восканян не знает, что такое поражение, у него полный порядок. С этим впервые в 2019 году он выступил по профессионалам на фестивале боевых искусств и там одержал победу во втором раунде нокаута. Далее была еще одна победа на региональном турнире и потом три поездки по ключевым российским промоушенам. Там в каждой из этих встреч он одержал победу в случае с поединком в 2020 году. Здесь он в первом раунде еще в середине нокаутировал своего оппонента, а вот следующие победы дались сложнее. Большинством судейских голосов единогласным решением соответственно. И вот теперь время выступить в ММА-серии. Да, и Ром, ты сказал о том, что выступал в различных промоушенах. Это GFC, RCC, OFC. То есть, в общем, парень с опытом. И может получиться крайне-крайне любопытный и крайне упорный поединок. Да, потому что откровенного внешнего аутсайдера с точки зрения статистики здесь мы не видим. И любопытно понаблюдать, за счет чего каждый из этих парней будет получать преимущество. Боец в синем углу. Ему 26 лет. Рост 1 метр 83 сантиметра. Вес 76,9 килограмма. Родом из Киргизии. Город Бишкек. Представляет клуб «Горец». Он чемпион Киргизии по ММА и грэпплингу. Мастер спорта по ММА. Чемпион Азии ММА по версии «Гамма Глобал». Его профессиональный рекорд 5 боев. Четыре победы при одном поражении. Жакуб Дуган-Боец. Его соперник боец в красном углу. Ему 28 лет. Рост 1 метр 84 сантиметра. Вес 77,3 килограмма. Из Омска. Представляет клуб «Ермак». Мастер спорта по армейскому рукомашному бою. Кандидат мастера спорта по ММА. Призер чемпионата Сибири по ММА. Его профессиональный рекорд 5 боев. 5 побед. Огонез. Восканян. Рефери в октагоне Никита Меркулов. Восканян. «Готов? Готов? Первый раунд. Бой!» «Ну что ж, Туганбаев в Исканян. Туганбаев в синих. Перчатки с синей обмоткой. В Исканян красных. Ждем чего-то такого прям зажигательного. Сразу же обменивается лоу-кик на попытку ударить справа со стороны Жакыба. Но здесь все более, конечно, осторожно. Уровень совершенно другой. Но пока Восканян чуть-чуть лучше выглядит. Вот этот лоу-кик очень хлесткий под ближнюю ногу уже в который раз туда прилетает. Здорово. Побыстрее пока Аванес. С левой хорошо залетает на дистанцию. Вовремя выскочил назад. Насколько мы можем судить из-за их бэкграунда, Восканян чуть больше у него уклон в сторону ударных видов единоборств. Туганбаев чуть больше уклон в борьбу. Самое любопытное, пока он в нее не лезет и какой затяжной такой оверхенд. Вот тяжелый. Да, действительно. Как будто гирий туда так хорошенечко залепил в ухо Аванеса Восканяну. Опять размены. Здорово удается просто ускользнуть от этих тяжелых рук Туганбаева. Мне почему-то удар Туганбаева вспомнились слова Орловского, когда он говорит, тяжело любит олейник, да как ведром. Вот оно такое ведро с водой летело медленно, но опасно. Но очень жестко, да. Очень жестко, да. В центре клетки продолжают находиться парни и выяснять отношения. Поддавливает Восканян. Очень-очень жестко обменялись. Несколькими ударами укладывает все-таки на спину Туганбаев своего оппонента. Восканян как будто бы поверил в то, что Туганбаев продолжит с ним разбираться в стойке и не будет в этом поединке борьбы. Сложно хранить концентрацию, честно говоря. Особенно зная сильные и слабые стороны соперника. Начинаешь в какой-то момент будто бы верить, что он будет действовать именно по тому сценарию, который сейчас развивается. И легкая потеря концентрации чаще всего заканчивается этим. Сейчас Туганбаев находится сверху. Очень хорошо удерживает своего оппонента. По-моему, там восстановится сейчас гард. Пытается пересесть в диагональный контроль и дальше двинуться именно в боковой. Но крутится вместе с ним Восканян, не давая возможности улучшить позицию. Да, в диагонали все-таки пока сидит. С середины первого раунда. По-моему, ни один поединок у нас просто даже не ушел дальше этой отметки. Могу ошибаться, но... Ну, это точно один из самых долгих, как минимум. И, возможно, здесь мы увидим и второй раунд. Кто знает. Да, более вдумчиво здесь, более с опытом парни выступают. Безусловно, ставки повышаются от поединка к поединку. У нас сегодня еще два очень важных события в со-главном и главном событии. И здесь Туганбаев пока удерживает преимущество. Ой, там здорово. Может быть, Накимуру хорошо. Вроде бы левым бедром защищается, но не до конца. И вытащит, возможно, сейчас руку... Нет, не получится, но... Вытаскивает, вытаскивает и дальше начинает заводить. И посмотрите, что делает Аванес Восканян. Браво! Прекрасно встал. Но вот сейчас не допустит ли Восканян той же ошибки, что и до этого не даст ли сопернику себя перевести. Но прям каким-то уж очень медленным Туганбаев выглядит. Он до этого не блистал скоростью, он сейчас прям очень медленный. То ли подустал, сам измотал себя в этой борьбе, и Восканян в стойке выглядит прям неплохо, неплохо. Попытка борьбы от Туганбаева. Да, здорово. Он блокирует. Здорово руки завел, как раз вот эти андерхуки просунул и не дал возможность себя перевести. И перекрестный захват под корпус и у того, и у другого пытается избавиться от вот этой правой руки, которой хватает Туганбаев для того, чтобы получить захват. Возле сетки находятся парни. Едва-едва не теряет равновесие Аванес Восканян. Туганбаев хорош, конечно. В борьбе великолепно себя чувствую. Хорошо. Вспомнил, что помимо борьбы еще и можно поработать ударами. Но в прижатом оказывается Восканян, и сечка у него образовывается на носу. Кровь драматично стекает по его носу. Как красиво-то драматично стекает по носу. Да, очень кинематографично это происходит, как у героя боевика. Последние 10 секунд в первом раунде, совсем чуть-чуть остается до конца. Удастся ли Туганбаеву посадить, не только посадить, но и уложить, в общем, тоже удается. Но это всего лишь тейкдаун без дальнейшего продвижения. Интересно, как считать такой раунд. Ударов больше нанес Восканян. Хотя вот здесь Туганбаев на статистике, ну, опять же, статистика, она примерно, она не является вот прям 100% точной, но у Туганбаева было еще два тейкдауна. Ну, наверное, в целом, если более-менее по точным ударам примерно одинаково, то раунд за Туганбаевым за счет двух тейкдаунов. Сложный момент, потому что и попадал Аванес здорово и здесь сконтрил, и вышел из этого положения. И если чистых попаданий мы посчитаем, Сидней их достаточно много. Оставим это на усмотрение судейского корпуса. Пауза продолжается, пока восстанавливают парней. Сидит на пятой точке сейчас Туганбаев. Только-только поднимается. И то же самое, кстати, делает Аванес Восканян. Да, и первый, второй раунд в рамках сегодняшнего нашего турнира, потому что предыдущие пять поединков закончились в первом раунде. Да, не помню, чтобы я когда-либо радовался так второму раунду, так как у нас более напряженное противостояние тоже, которым будет особое место в сегодняшнем турнире. Напоминаю, это ММА-серия 52 номерной турнир. Для вас работают Григорий Стангрид и Роман Сафронов. Качает, качает Ванесса и потихонечку так осторожно, но подходит близко на дистанцию, обменялись одиночными лоу-киками и летит, летит немножко Туганбаев так и технично. И левой рукой пытается как раз его встретить на этом движении. А Восконян... Ну вот, а нужно ли Восконяну идти в эту борьбу? Ведь только что, буквально эпизодом ранее, он здорово на таких длинных крюках достал до челюсти, несколько раз попал. Не потряс, согласен, безусловно. Но попало, это чистое попадание. И я думаю, что без внимания судей это не останется. А вот, действительно, я с тобой согласен, попытка побороться уже вызывает вопросы. Да, и побороться с соперником, кровь, мы видим, капает на настил. Побороться с соперником, который в борьбе тебя превосходит, отдавать ему возможность себя проявить и, может быть, улучшить свою позицию, что пытался Туганбаев сделать, не удалось. Но Восконян верит в себя, верит, что и здесь он может и на этом поле иметь преимущество. Смотрите, общая статистика 12 из 43 и 13 из 32. То есть у Восконяна точность действий значительно выше. Где-то 40 процентов, прошу прощения, где-то около 30, да, процентов точности у Восконяна. Чуть выше. Очень вязкая борьба за захват. И сейчас самое интересное, насколько свежее будут выглядеть парни относительно друг друга. Попытка побороться вновь со стороны Туганбаева. Хороший такой опять перекрестный захват за корпус. Попытка посадить будет сейчас. за себя туда, в правую сторону увести. Действительно, сил уже у... Капа выпадает у Восконяна, прошу прощения. Здорово, кстати. Туганбаев так вовремя вставил Капу и практически без рефери. Сразу же с этого места начали. Но отсетки отлепились и опять идет клинч. Изматывающий, тяжелый клинч. Вопрос физической готовности уже прям подходит в этом поединке, потому что сил потрачено очень много. Энергозатратно вели поединок бойцы. Большую часть второго раунда. Очень-очень точно Ванес Восконян. Посмотрите, летит. Пропускает, кстати. Да, вот только в последнем, наверное, микроэпизоде. А до этого и сейчас здорово встречает навстречу. Жакыб, конечно, на морально-волевых. Видно, что дерется. О, какой перкот неприятный. Восконян наносит. Вот изнутри такой скрытный. В ближнем бою. И вновь опять мы завязались в борьбу. Опять небольшое преимущество с точки зрения общего количества попаданий на стороне Восконяна на единицу. Я имею в виду не из общего количества, а именно те, которые дошли до цели. Очень тяжело. Туганбаеву видно, что все-таки, наверное, его ключ. Победим в этом поединке только через клинч, через борьбу. А вот Ванесу Восконяну как раз не нужно бы вязаться, а нужно работать на дистанции. Легче передвигаться, расстреливать издалека и, в общем-то, ждать своего звездного часа, который, в принципе, потенциально может наступить достаточно быстро после нескольких хороших панчей. Да, но при этом по статистике ударов, по количеству точных, никто не вырывается вперед с преимуществом. То один, то другой. Ну, вот сейчас вообще счет равный. Такое малозначительное колено все-таки умудрился вставить. Боец из синего угла и здесь опять колено. Ух, здорово. Оверхенд прошел. Еще попытка побороться. Посадит все-таки Туганбаев или нет? Да, вроде бы оказался за спиной, но просто, я думаю, что времени, наверное, не хватит. Времени не хватит. И в этом эпизоде, на самом деле, было видно, как Туганбаеву не хватало динамики. Уже подустал, потому что соперник, вот чуть побыстрее будь он, мог очень опасную позицию занять Туганбаев. Ну и, в принципе, Жакрыб сейчас вроде бы так здорово забрался за спину и как-то оказался лучше, но, опять же, более свежий Аванес выскочил из этой ситуации. И мы вроде бы так на грани физических возможностей Туганбаева ходим, но при этом он все равно за счет более уверенных навыков борьбы и умения занять правильную позицию оказывается все равно чуть лучше, чуть лучше, чуть лучше. Очень любопытный поединок, очень такой разносторонний, что ли? Очень напряженный, безусловно. Вот это точно можно сказать. И я думаю, что судьям здесь не позавидуешь. Сложный для подсчета бой. Но мне, если честно, понятно, что бойцу, может быть, виднее. Он так чувствует. Но я не совсем понимаю, почему Восконян лезет в борьбу, при том, что у него там, в общем-то, мало что получается на фоне соперника. Нет, он здорово может встать. Он может преуспеть, но все равно вот чуть-чуть лучше себя чувствует в целом боец из Кыргызстана. Да, вот теперь вообще никуда не спешат. Здорово! Хорошая двойка от армянского спортсмена. Печатают из угла Ванессы, что долго-долго, мол, работать нужно. И вновь попытка сингл-лега, прохода в одну. Отчаянно там защищается Жакыб. Все правильно делает, захватывает за ногу, не давая возможности перейти и развернуться. Вот Восконяну сейчас он может хорошую позицию занять и поработать бы в партере, может быть, локтем. Да, здесь в самый раз позиция, но поднимается еще Настырный Иванес, пытается пройти все равно в одну ногу. Там хорошо расставляется, кстати, Туганбаев. И контр-прием. Ну, вопрос, куда пока бить локтем, вот кричат Ванессу. Здорово! Все-таки укладывает Туганбаев, несколько ударов в голову, находится на спине еще справа. И отметим, что это все последствия того, что Восконян сам полез в борьбу. В итоге вот теперь оказался, отдал сопернику сначала фулл маунт, теперь спину. И как-то обреченно немножко выглядит Восконян. Добивает, добивает сейчас Туганбаев своего оппонента. Как же все-таки одна ошибка здесь. Может сыграть очень большую роль в боковой контроль. Сил нет, как будто у Восконяна. Как будто вот резко его покинули силы. Он настолько прям тяжело двигается, прям еле-еле через «не могу». И очень напряженный момент. Пытается добивать из этого положения Туганбаев, насколько вообще ему хватит на это сил. Ну, тоже, видимо, у Туганбаева сил не так и много. Это, наверное, спасает еще Восконяна в некотором смысле. Ну, по затылку, кстати, Туганбаев неправ. Несколько ударов наносит и опять бьет по затылку. Ну, нельзя, нельзя так делать. Да, Жакэпу делают последнее кыргызское предупреждение, потому что иначе будет снят бал. Есть опять попадание. Все летит в голову Аванесу. Он так лихо спрятался, лицо туда в локоть. Будет ли попытка армбара, кстати говоря? Не будет. Да, напомню, что Восконян пока еще ни разу не проигрывал. У него 5 боев, 5 побед, но здесь он в очень тяжелом. Видите, статистика ударов насколько сильно изменилась буквально в этом раунде. Даже за последние полторы-две минуты. Да, и это абсолютно невероятно значимый период для подведения итогов. Для судейского корпуса, вот, как раз Артур Шайхов, это мой хороший приятель, и частенько он, ну, не сказать, что конкретно вот таким раундом, но 10-8 это его оценка. Я только хотел задать вопрос, думаю, ну, ты сейчас закончишь мысль, а я спрошу про 10-8. Ты как раз об этом и говорил, а ты еще ответил на мой вопрос до того, как я его задал. Да, вполне, поверьте мне, могут поставить, и сейчас мы до конца досмотрим этот раунд, потому что, в принципе, каких-либо действий мы уже не наблюдаем от Аванеса. Да, он терпит. Он даже уже, ну, где-то там защищается, конечно, но по большей части он просто терпит. Двумя руками и ногами он находится на канвасе, поэтому не бьет коленом Жакыб. Ну и сам, конечно, устал, уже нет сил. Финишный спорт какой-то просто предпринимает с точки зрения добивания с левой руки. Да, причем там уже удары, но обозначение ударов, нежели плотные акцентированные попадания. Попытался скрутиться Восконян. Ну, такое ощущение, что оба согласны вот сейчас на такую позицию и уже дождаться, когда закончится этот поединок. Да, вот как-то так странно. Вроде бы равно складывался поединок. И вдруг... Причем все началось именно с того, что Восконян полез в борьбу, позицию проиграл, и с этого момента выглядел каким-то настолько измотанным. Как будто силы закончились вот резко. Раз, все. Да, хотя вскакивает он достаточно бодро. Ну, если Восконян проиграет этот бой, то только себя он может на самом деле в этом винить. Еще раз напомним, он пока еще не проигрывал. У него пять побед в пяти боях. Да, но итоговая статистика ударов и точных акцентированных попаданий абсолютно на стороне Туганбаева. Да, и в общем, примерно вот оно так и есть. Понятно, что большая часть этих ударов она пришлась на третий раунд. То есть первые два раунда сложились конкурентно. Но еще раз, да, Рома об этом говорил, 10-8 маячит счет в этом раунде. Не исключено. Слушаем Гивит Волтвадзе. Уважаемые болельщики, давайте наградим бойцов аплодисментами. Это был поистине тяжелый, очень упорный поединок двух равных соперников, который продлился три раунда. Победу единогласным решением судей одержал боец с синего угла Жакиб Туганбаев! Заслуженная победа Жакиба Туганбаева. Вроде бы более-менее равный бой был, но произошел перелом в третьем раунде и победу забирает боец из Кыргызстана, у которого теперь 5-1 послужной список. Точно такой же, на самом деле, теперь и у Восканяна, тоже 5-1. Первое его поражение, поражение, из которого можно и нужно делать выводы. Мучает меня вопрос, почему он шел в борьбу, хотя в стойке очень хорошо смотрелся. Были моменты, когда довольно неплохие попадания были в его исполнении, но вот как будто ему очень хотелось показать себя в борьбе, и на этом это желание, это стремление его подвело. Вот, собственно, так заканчивал бой. Восканян.